Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики, гости моего канала. Снова с вами ваш Николай Сомсиков, который для вас изучает недвижимость, которая продается на юге. Мои хорошие, я сейчас нахожусь в Каневском районе Краснодарского края, станица Стародеревянковска, улица Буденного, 156. Буду сейчас для вас показывать домовладение общей площадью более 250 квадратных метров на земельном участке, 11 соток. Обязательно, мои хорошие, я ниже в описании укажу номер телефона собственника, если вдруг вы до него не дозвонитесь, то также будет продублежен номер телефона моей помощницы. Звоните, пишите на WhatsApp и также с удовольствием она вас проконсультирует. Знаете, во-первых, хочу поблагодарить собственника, что он решил, позволил, чтобы я приехал лично и показал обзор моим клиентам, моим подписчикам, моим зрителям, которым просто интересно посмотреть, в каких домах живут на юге. Но, друзья, знаете, вот сам хозяин прислал моей помощнице огромный список, то, что в этом доме есть, какие плюсы, будем говорить, минусы он не написал, но про плюсы он обязательно все это написал. Никого не хочу обидеть, друзья. Смотрите, я постараюсь максимально для вас делать подробный обзор этого домовладения. Хочу заранее сказать, что я, когда подъехал к дому, он для меня показался простым, но когда я зашел уже сам в дом, для меня он уже оказался непростым. Я надеюсь, что мы вместе с вами досмотрим обзор этого до конца. Конечно же, вы напишите ваше мнение касается этого домовладения. Если вдруг я где-то что-то забыл рассказать про что-то, что вас интересует конкретно, мои хорошие, то вы обязательно звоните либо моей помощнице, либо также можете обращаться на прямую хозяину, он вам все это подробно расскажет. Единственное, хочу сказать, что вот, грубо говоря, полтора-два часа, и вы будете находиться в городе есть. Также вот такое же количество по времени зависимости, как вы будете лететь, вы также можете доехать до города Краснодара. Ну, а станица Каневская, друзья, она практически рукой тут можно подать. Все, что необходимо в этой станице, сразу предупреждаю, все, что надо, тут есть, мои хорошие. Еще раз подчеркиваю, что откроете спокойно карту в интернете и посмотрите то расстояние населенных пунктов, возможно, Черного моря, которое вас интересно, и вы все это увидите, узнаете. Потому что мои подписчики мне пишут и говорят, Николай, а сколько километров до Ростова, ну, каких-то других населенных пунктов, да, друзья, не обижайтесь. Вот, все, в принципе, в интернете есть. Давайте мы вместе с вами поизучаем это домовладение, потому что дом капитальный, мы все с вами все это посмотрим, поизучаем, ну, и, конечно же, напишем ваше мнение касается этого домовладения. Поехали! Вот, мои хорошие, это дом. Кстати, я заехал вот с той стороны, имейте в виду. Дальше, здесь фасад, кстати, вот тут пока не забыл, тут пока еще никто не живет, друзья. Не знаю, можно хозяину позвонить, пообщаться, может быть, это чей-то участок, может быть, не чей. Но, обращая внимание, что дом капитальный, кирпичный полностью, облицован кирпичом, и, кстати, обратить внимание, кровля тут, друзья, металлочерепица. Давайте мы с вами посмотрим ту сторону. Перед двором, перед забором мы видим с вами, есть тротуарная плитка, два автомобиля смело помещаются, вот, обращая внимание. И тут, мои хорошие, также есть территория, девчонки, чтобы взять, посадить цветы какие-то, какие-то розы и так далее. Вот этот забор, друзья, этот ваш. Единственное, вот там два кирпичика желательно поменять, они откололись. А так вот, визуально, забор, я имею в виду, вот, металл, все, в принципе, как я всегда говорю, все по фэншую. Вот, друзья, здесь мы видим с вами ворота распашные, также мы видим с вами калитка. Заходим сюда, и вот эти все главные моменты, которые нас всегда интересуют, они сейчас будут именно перед вами. Еще раз подчеркиваю, хочу заранее сказать, что когда я подъехал к этому дому, начал ходить вокруг, еще не попав вовнутрь, для меня оказался домик простенький. Но на самом деле, нет, друзья, он не простой. Там в доме три просторные спальни, две спальни находятся на первом этаже, плюс еще наверху большая третья спальня, она даже как и кабинет там, плюс огромный гараж. Также, друзья, там есть бассейн в подвале, и также, друзья, есть баня, сауна. Все по-разному это все воспринимают, это все называют. Я назову так, хорошая, просторная баня, для того, чтобы когда к вам приедут друзья, знакомые, родственники, то вы можете смело их провести вот именно в ту зону отдыха. Там, поверьте мне, зона отдыха огромное помещение, а я знаю, что у меня есть подписчики, которые это любят. Ну и давайте мы поговорим именно касается двора. Я еще хочу еще раз подчеркнуть, что мое дело показать, а ваше дело, друзья, принимать решение, стоит, не стоит этот дом рассматривать. Что касается забора, да, вот учитывая, что мы начали уже с улицы, допустим, обращаем внимание, что с правой стороны забор, кстати, довольно высокий. В этой части мы видим с вами посажен, будем говорить, просто вот зона для, ну возьмем так назовем, для газона. Возможно, в будущем вы какой-то сад сделаете, все что угодно, это все можно организовать. Мне это уже радует. Также, друзья, вот в этой части тоже, девчонки, если вдруг вы захотите посадить что-то, то это также здесь можно это все сделать. Давайте немножко вот так с этого угла зайду. Кстати, нам родственница показывала дом, и вот там теплица, соседи садят помидоры. Есть у кого покупать свежие помидоры. Разворачиваем камеру и смотрим, как у нас выглядит именно с этой стороны фасад. Единственное, что вот видно, где вот кирпич, у нас выделение соли, это когда уже вот такой зимний, осенний период, сейчас лето наступит, когда весна, это временно исчезнет. Вот, и смотрим, как у нас выглядит с этой стороны. Вокруг дома я походил, никаких нареканий по поводу трещин нету по дому, друзья. Видно, что человек капитально строил, он мне прям огромный список предоставил, вернее, моя помощница, и потом она это все мне скинула, что и фундамент хороший, сам кирпич, несущие стены, плюс облиц он вот этим кирпичом, пластиковые окна, плюс еще специальным напылением, друзья. Вот, единственное, что есть замечание по поводу крыльцу, по поводу плитки, там, ну, уже под себя что-то сделать, переделать, но когда мы внутрь с вами дома попадем, друзья, там все будет очень даже хорошо. Идем с вами дальше, давайте мы пройдем сюда по поводу заезда. Вот пока я здесь стою, давайте вот мы лучше здесь, вот тут заезд в гараж. Заезд очень широкий, он со спуском. Если дождь будет у вас идти, естественно, есть специальная ливневка, плюс еще, друзья, имейте в виду, что у собственника здесь есть септик двухкамерный, который также вот как канализации, плюс к тому же специальный септик для собирания дождевой воды, имейте в виду. И получается, что когда вода у вас будет сюда спускаться, она будет, друзья, уходить сюда. Это вот если сильные дожди. Дальше она просто никаким образом у вас туда не пойдет. Дальше мы видим с вами ролет. Здесь вот тут я бы как бы либо какой-то дикий камень, либо какую-то специальную плитку сделал, потому что тут уже в некоторых местах вот именно сам кирпич из-за влаги он уже начал по-любому терять свою красоту. И вот с этой стороны то же самое, как я сказал, что вот по поводу у меня претензий по поводу крыльца и по поводу вот этой части, чтобы вы знали. А так, здесь может автомобиль спокойно зайти, хоть джип, хоть минивэн. Конечно, газель сюда не зайдет, но мы когда внутри с вами зайдем, убедитесь, что гараж довольно такой большой. Довольно. Ну и также вот с этой стороны, я как еще раз повторяю, плитку тут по-любому надо будет сделать уже по-своему. Тут, касается троторной плитки, вопросов никаких нету. Ну, может быть, вас не устраивает, допустим, какой-то дизайн, но в плане качества здесь все хорошо. Дальше вот тут плитка, друзья, вот тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Желательно вот их аккуратненько вытащить и такие, в принципе, продаются без всяких проблем. Обратите внимание, везде плитка, все нормально, вот именно вот эти какие-то куски. И вот тут, вот тут, у нас вот именно вот в этой части, вот смотрите, обратите внимание, вот отсюда, и вот до вот этой части у нас просел бордюр. Пока плитка ничего не стала садиться, бордюр надо аккуратненько разобрать, подлить, поставить. Этого же бордюра вполне будет достаточно, вот будет все красиво. И я вот смотрю, здесь даже залита плита, я к чему хочу сказать, сначала, получается, хозяин взял, залил двор, а потом сверху плитку положил. Ну, тут, по сути, значит, двор вообще садиться не будет. Все, вот только вот это надо будет организовать здесь вот этот момент. Дальше, смотрите, хочу показать вам, как у нас выглядит стена с этой стороны, чтобы потом не говорили мне, Николай, почему ты это все не показал. Вот эти окна, которые вы видите, это окна уже гараж, счетчик на газ, вот это окно, которое вы видите, это окно, именно кухня, столовая мы с вами посмотрим. Вон видно кондиционер, центральный водопровод, плюс, друзья, тут есть своя скважина, это не питьевая вода, 30 метров, которая, либо вы можете поливать огород, либо вы можете также, ну, касается там мойки, касается, например, запитать, ну, не то, что запитать, это все уже подключено именно к бассейну, для того, чтобы набирать бассейн. Ну, представьте, бассейн набирать центральным водопроводом, это будет накладно. Здесь мы видим огромный навес, вот, обращаю внимание, что если вдруг у вас какая-то газель, ну, с будкой, то вы спокойно можете сюда загнать его и поставить либо туда, либо сюда. Это абсолютно позволяет. Высота навеса очень высокая, полностью у нас обшит он металлом. По бокам немножко он опущен на метр, чтобы не сильно косой дождь или снег попадал. Давайте я вот так покажу вам тоже, чтобы вы просто понимали, потому что есть у меня подписчики и покупатели, которые, ну, конкретно надо для того, чтобы, ну, какая-то газель, какой-то микроавтобус. То есть, вот, например, газель спокойно сюда встанет, вот, прям до этой части, обращая внимание, что вот от этого края еще чуть больше метра у нас, ну, чуть дальше выступ есть. Ливневка мы видим сюда есть. С той стороны, я имею в виду водосливная система от этого навеса, потом тут мы видим. И вот с той стороны тоже самое. В этой части, друзья, мы видим, кстати, деревья тут, если брать, вот, вишня, плюс еще там есть плодовые деревья. Мы сейчас обязательно все это пойдем посмотрим. И здесь, я не знаю, можно еще какие-то цветы посадить, какой-то газон посеять. Здесь, друзья, можно и купаться, какой-то бассейн поставить. Ну, понятно, что у вас есть бассейн, который вы можете купаться в бане, но вдруг вы решили вот сюда поставить или вот сюда, но вдруг дети, внуки у вас будут гулять, прыгать и так далее. Он виден, розетки у нас располагаются с той стороны. Дальше, здесь, друзья, мы видим вход. Можно отсюда зайти в баню, где у вас бассейн. Кстати, можно также и в гараж именно вот по вот этим ступенькам. Мы с той стороны с вами это все посмотрим. Здесь ступеньками вопросов никаких нет. Здесь кирпич, все хорошо. Здесь он просто с белым налетом, а так он все полностью целый. И тротуарная плитка полностью вот до вот этой части идет. Смотрите, забор какой высокий тоже. И вот эти два окна, которые внизу вы видите, это зона отдыха, где баня. Также мы видим с вами, что стена, как я говорил, что хорошо. Здесь тоже самая плитка. Здесь можно цветы какие-то посадить. И давайте, это у нас выход от бани печка, ну, труба. И смотрим. Все, друзья, хорошо. Идем дальше. Здесь, мои хорошие, есть подвал. Подвал небольшой. Для семьи из там шести человек вполне будет достаточно. Я сейчас тут, надо будет единственный свет, потом вам лампочку поставить. Я сейчас вам включу фонарик. И спускаемся в подвал. По крайней мере, когда я ходил, был сухой. Спускаемся, ступеньки. И вот так у нас выглядит подвальчик. Ну, здесь просто щебенка засыпана, ребята. Вот просто щебенка. Вот тут отдушина, отдушина одна. Тут мы видим. И вторая, где-то я с улицы. А, вот она, вот она, вот она. Вот мы видим. Здесь, там уже вот земля. Ну, это, я так понимаю, может быть даже бетон здесь залит. Ну, да, вот он бетон. Вот он бетон, да, я вижу, залиты. Все, подвалом тут у нас. А это что за кран какой-то куда-то идет? Это, наверное, на улицу куда-то для полива. Скорее всего, скорее всего. Выбегаем с вами отсюда. Тут, кстати, прохладненько. Блин, друзья. У нас вообще март ужасный был. И снега были, и ветра. Что только не было. Вот только на днях потеплело. Здесь забетонирована дорожка. Ну, да, вот она отдушина. Вот одна. Вот вторая. Смотрите, какая вишня. Также с этой стороны мы видим яблоня. Соседний участок. Он здесь, ну, это выращивает помидоры. Мы видим с вами лэб. И мы видим с вами сотовую связь. Ну, чтобы потом меня не ругали. Здесь забор. Ну, тут, я так понимаю, дровяник для бани. Такой небольшой навес. И вот эта часть, забор. В принципе, смотрится неплохо. Конечно, когда будет зелень, будет вообще шикарно. Блин, вот потом в будущем попасть в этот дом, и уже будет по-другому именно весной-летом. Здесь, друзья, смотрите, хоз помещения. Вот от этого помещения ключи, кто нам показывал дом родственницы, к сожалению, не было. Но здесь, я скажу, глубина какая. Где-то будет почти 3 метра, плюс-минус. Я сейчас другие помещения покажу. И вот так выглядит сад. Здесь, смотрите, абрикос. Прям раз, два, три, четыре. Прям деревья, если не ошибаюсь. Такие взрослые деревья. Тут, мои хорошие, уже деревья помоложе. Мы видим черешня, черешня, абрикос, абрикос. Это, если не ошибаюсь, яблоня, яблоня. И вон еще яблоня. И вот абрикос. Да, вот это лялыча. Друзья, вроде бы лялыча ли абрикос. Иногда, блин, вот я могу ошибиться. Возможно, даже абрикос. Ну, короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть деревьев. Вот там, друзья, я не знаю, вот еще пока машина никакая не идет. Вот эта трасса, вон она, кстати, идет, которая соединяет. Вы отсюда можете поехать в Краснодар, в Станицу Каневскую. Можете спокойно добраться до Ростова, до Ельска, Староминской, Новоминской и так далее. Дорога очень хорошая, асфальтированная. От дороги до вашего дома, друзья, ну сколько тут? Метров будет, наверное, 400-500. Ну, плюс-минус, я так говорю, могу ошибиться. Ну, вот вы сейчас видите, как машины проезжают. По поводу, вот я так слышу, что машина идет, да? Вот смотрите, молчу. Вот, слышали, да? Там у нас самолет, только единственное летит. В доме слышимости вообще нету. Земля, хочу застрить внимание, хорошая. Прям, опа, как пух практически. Здесь 11 соток земли. В общем, вот видно, как у нас до конца пахоты, это уже граница. Дальше, друзья, ничего, никого нету. И обращаю внимание, что здесь никого нету. Единственное, что вот это чей-то участок, я не знаю, как в будущем люди будут строить дом, но даже если он будет 3 метра отступать от этой границы, видите, у вас дом смещен в эту сторону, вам, в принципе, визуально никто мешать не будет. Давайте мы дальше поизучаем, что у нас тут. Вот хочу посмотреть. Здесь такой загон, я так понимаю, типа для курей. Хотели сделать вот виды сеткой. Загорожена вот одна секция, а потом здесь другая секция. Дальше просто участок. Давайте мы пройдем, посмотрим. Кстати, в конце видно посажен орех. Да, здесь просто. Вот так мы фиксируем, друзья, с вами. Дальше. И вот он орех. Вот он орех. Ну и тут где-то еще метров где-то от 20, и уже будет граница. Граница именно вашего участка. Блин, тут, конечно, летом, когда это все будет свистеть, тень будет такая хорошая. Идем с вами, посмотрим эти хоз помещения. Ну и, конечно, пойдем в домик. Домик вас сильно удивит. Там только двери. Два метра, два сорок. Кстати, вот тут, вот она скважина забита. Вот здесь, ну тут глубинный насос, я так понимаю. Вот я к чему хочу сказать, что питать, полив, потом у вас именно баня, все будет отсюда. Дальше. Вот, кстати, обращая внимание, тут чуть больше метра выступ. Здесь вот так помещение выглядит. А, тут планировался курятник. Пока еще тут никто не жил. А вот здесь что? Здесь помещение чуть-чуть поменьше. Ну, тоже можно что-то организовать. Да, вот видно курятник, выход туда, и куры планировались выводиться туда, как на зоне практически. Идем с вами сюда. Тут калитка, все это есть. И пойдемте сейчас поизучаем с вами именно дом. Зайдем с той стороны, вот чтобы вам понятно было, как говорится. Вот, дома очень много. Я когда смотрю по авито, вот есть дома, ну такой визуально простенький. А когда заходишь туда, он оказывается-то не простенький, а бывает и наоборот. Двор, конечно, огромный. Двор очень большой. И здесь можно поставить автомобиль, как удобно. Теперь смотрите, заходим с вами сюда. Вот он парадный вход. Парадный вход. Здесь ступени, которые желательно, либо раз, два, три, плитку переделать, либо это все полностью переложить, как вам будет уже удобно, ребята. Заходим сюда. Вот здесь немножко откуда-то влага. Вот видите, вот ступеньки, как я сказал, что здесь желательно плитку какую-то сделать. Здесь, видите, скорее всего, косой дождь бьет в эту сторону. Вот, и вот здесь она стекает, скорее всего. Идем сюда. Вот здесь площадка. Тут с плитки претензий вообще никаких нет. Все четко, аккуратно. Здесь вот такой типа мини-балкон. Вот давайте я так встану, покажу вам. Здесь я скажу, где ступеньки, где-то три-четыре плитки сделать, и будет все хорошо. А так вот эта площадка, и эта чуть ниже, вот именно в том углу. Здесь давайте мы пройдем, посмотрим. Вот там счетчик ребята находятся. Ну, я не знаю, как это назвать. Типа балкона. Типа лоджии. И мы смотрим. А отсюда, друзья, вы практически всех соседей видите. Да, тут просто цоколь очень высокий. Тут видно и видно, что у вас тут внуки, дети будут бегать, гулять, все что угодно, все это делать. Дверь тут металлическая. Визуально она хоть простенькая, друзья, но она капитальная, хорошая. Давайте сейчас зайдем, посмотрим. Вот, ребята, дверь. Как я сказал, что она не простенькая. Под заказ сделали. Я сейчас зайду сюда и вам ее покажу. Сейчас сразу тапочки одену, чтобы спускаться. Смотрите, вот такая прихожка. Прихожка вполне компактная, хорошая. Обращаю внимание, что здесь плитка. Вот здесь теплых полов, я так не ощущаю. Но в других комнат, где плитка, она все это издает, и не обязательно. Смотрите, зеркало. Я так понимаю, что вот мебель, которую мы с вами увидим, она остается. Все это, конечно, информацию моей помощницы. Также у собственника можете все уточнить. Шкаф огромный. Там, друзья, все что угодно, прямо до потолка. Можно все что угодно все повесить. Обращаю внимание, что потолок все зашпаклевано, покрашено. Обои тут недешевые. Тут, блин, друзья, и дверь, вот эта дверь больше метра. Вот видно, что она широкая. Все, мы проходим сюда. Теперь смотрите, я закрываю вот эту дверь, которая шириной метра и высотой практически 2,40 почти. Обращаю внимание, что двери натуральные, настоящие и видно, что люди делали это все на заказ. Вот такая дверь. И, обращая внимание, мы сейчас сразу попали с вами в гостиную, в зал, как хотите, так это называйте. Здесь высота потолков чуть более трех метров. Обращаю внимание, здесь многоуровневый потолок. слева мы видим и справа это гипсокартон, светильники, ну и посередине мы видим с вами натяжной потолок. Ну, ребята, по поводу пола, конечно, тут паркет. Я знаю, что у меня есть подписчики, которые это любят и обожают. Теперь смотрите, отходим сюда, мы смотрим с вами, как выглядит дом, комната, вот именно в этой части. Прямо мы видим зеркало, полки, светильники, обои. Обои, вы обращайте, обратите внимание, здесь одного цвета, дизайна, в этой части у нас уже другой. Что касается, где смотреть телевизор, друзья, вот именно тут, это его место. Кстати, можно поставить здесь большой, повесить телевизор, можно на пол, можно и так же его повесить без всяких проблем. Ну, а по поводу, где сидеть, пожалуйста, можете сидеть, либо на этом диване, либо можете, абсолютно, там свой какой-то купить, без всяких проблем. Кондиционер, конечно же, есть в этом углу. Что касается радиатора отопления, давайте покажу. У нас вот такой радиатор, окно очень большое, прям чересчур большое. Здесь два окна на открывание. Окна видно, кстати, хорошие, прям, хорошие. Ширина, друзья, тут, я скажу, будем так говорить, 40 см, прям видно, откосы, чистенько, аккуратненько, никакой плесени, ничего нету. Видно, что люди строили именно этот дом для себя. Но, это еще не все. Это не все, друзья. Здесь мы видим первая спальня, потом вот эта вторая спальня. Это мы сейчас говорим, которая на первом этаже. Открываем дверь. Вот эту. Ручки все целые абсолютно. Заходим. Здесь, обращаю внимание, то же самое, паркет. Здесь, я так понимаю, у нас, знаете, как детская. Ох, какая красота. Вот видите, я первый раз такое вижу. Ну, а чего для ляльки, почему бы и нет. Как детская, для девочки, в принципе, пойдет. Теперь, смотрите, обойки. Я вот сейчас смотрю, обои хорошие. Ничего не потрепанное, не поцарапанное абсолютно. Вот я смотрю, здесь такой закуток сделали. Можно, в принципе, ааа, вот тут разрисовали. Вот прям видно, вот в этом месте. Ну, ничего страшного, можно это все заставить, все вытереть. Кстати, вытереть это возможно. А так вот, с этой стороны, друзья, все целенькое абсолютно. Открываем с вами окно здесь. Это мы видим с вами вход, заезд. Здесь, как я сказал, с откосами, тоже претензий никаких нет. Также мы видим с вами радиаторы. В доме, кстати, очень тепло. Прям очень тепло. И посмотрим сейчас с вами вторую спальню. Идем с вами сюда. Откроем вот этот, блин, двери широкие, какие. И, кстати, хочу обратить внимание, мои хорошие, вот смотрите, здесь все в единой плоскости. Вот здесь, просто есть комната, вот которую мои подписчики не любят, чтобы были переходы. Пожалуйста, это здесь в одну всю плоскость. Заходим, это хозяйская спальня. Мы ее назовем. Спальня, я скажу, в принципе, по площади, как и та, которую мы смотрели. Помещается двуспальная кровать. Обращаю внимание, потолок, как выглядит, космический корабль. Практически, ну, по поводу паркета все понятно. Здесь у нас вот такие доборы. Да, двери тут видно, прям на заказ сделали. Их на очень долго хватит. Прям на очень долго хватит. Давайте мы посмотрим, что у нас тут. В этой части можно повесить телевизор, потому что выходы розетки, все это есть. Ну, и, конечно же, здесь, кстати, жалюзи, радиатор и окно смотрит на вот этот балкон, который, давайте сейчас попробую так отодвинуть и вам показать. Вот. Вот так, видим это все. Радиатор, откосы, все аккуратно, ребята. И давайте, если что, девчонки, красоту можете наводить вот именно с этой стороны. Все. Тут, ну, комната большая. Вполне, не то, что большая, вполне по площади достаточно. блин, двери, меня прям двери удивили. Ох, прямо закрывается. Идем с вами. Так, ребята, ну, давайте мы здесь, здесь вот такой холл, тут плитка, мы видим. Плитка тоже, вот обойки, все, в принципе, аккуратненько. И потолок, а тут, где у нас свет? Подождите, подождите. Опа, да будет свет, сказал, монтёр, Все, аккуратненько, обои прям хорошие. И плитка под дерево сделана. И смотрите, девчонки, гардеробно. Не переживайте, у вас тут будет своя гардеробно. И, кстати, гардеробно-то немаленькое. Обращу внимание, что она очень большая. Прямо, и радиатор, и плитка, все это, друзья, тут есть. Кстати, здесь теплые полы, имейте в виду. Здесь теплые полы. Давайте мы сейчас посмотрим, что у нас тут, куда-то все. Это на участок. Откосы, все чистенько, аккуратненько. Обои. Тут у нас по теплые полы. И смотрите, люстра, все есть. Тут можно, девчонки, погладить, убрать, пылесосы и так далее. Идем дальше. Здесь, друзья, открываем дверь. Здесь просто взяли пленку, наклеили, тонировку, чтобы никто не видел, что вы тут в туалете. Смотрите, вот туалет отдельно, все аккуратно. Окно на открывание, полностью плитка. Комната очень широкая, большая. Еще раз повторяю, что здесь проемы почти метр. ну и конечно же сама ванная комната. Здесь вот шум, который надо, вентилятор. Вот видите, я выключаю. Вот, кстати, не люблю, когда этот вентилятор с этим соединен. Но это все можно сделать, друзья, это не проблема. Смотрите, вот, это штоп-шум, это вентилятор. Смотрите, заходим, мы видим с вами раковину. Дальше, биде. Мы видим угловую ванну. Ванна, кстати, такая, немаленькая. Также мы видим с вами окно на открывание. Все полностью в плитке. Здесь, давайте вот, я немножко вот так с этой стороны зайду и покажу, как выглядит у нас вот именно где раковина. Комната хорошая. И давайте так. Тут джакузи, друзья. Тут можно купаться, отдыхать, наслаждаться. Ну и полы, понятно, что здесь теплые и красивые. Теперь, мои хорошие, будем сейчас смотреть кухню-столовую. Блин, ну двери. Смотрите, тут можно, знаете, если у вас малой будет на велосипеде, он может туда плетать, как угодно. Идем сюда. Вот она, кухня-столовая. Девчонки, ваша территория, комната просторная, хорошая. Можно, кстати, стол поставить намного больше, раскладной. И гости у вас будут, естественно, отдыхать, наслаждаться. Вот такой у нас потолок. Телевизор, конечно же, все это есть, где можно расположить. Обращу внимание, что на полу плитка. Здесь посередине другого цвета. Ну и, конечно же, теплые полы. Здесь духовой шкаф, раковина. Все это, друзья, есть. Холодильник, все на своем месте. Кондиционер располагается с этой стороны. Обойки тут уже тоже все аккуратненько и чистенько. Что касается окна, смотрите, радиатор. Ну и окно смотрит в сторону вот этого вашего навеса, где ваше будущее газель будет заходить, если, конечно, она будет. Ну и теперь самое главное, мы открываем вот эту дверь, которая ведет на второй этаж. Это можно, знаете, как для гостей, все что угодно. И смотрите, у нас здесь лестница бук, здесь спуск вниз. Хочу так, давайте покажу, что тут ничего нету, но ничего не надо делать. Знаете, я скажу, на самом деле, в доме ничего не надо делать. Да, друзья, ну, может быть, там мебель не понравилась, там что-то под цветом обо, но я не вижу смысла что-то делать и переделать. По крайней мере, я сейчас свое мнение скажу. Здесь обращу внимание с этой стороны дерева, в этой части дерева и спускаемся. Пожалуйста, вот кухня рядом, вы спускаетесь, спуск лестница очень удобно и куда мы попадаем. Друзья, смотрите, какой у нас стиль. Ох, красота, вот это красота. Смотрите, видели такую баньку, а? Вот я нет, я еще такую баньку не видел. Зона отдыха, зона отдыха, вот напишите, как этот стиль вы назовете. Мне хозяин написал стиль, как это называется. Вот давайте вы напишите и смотрите, как это все выглядит. Отопление полностью тут есть. На полу ламинат. Кстати, ламинат очень хороший. Дальше, потолок, обращаю внимание, по бокам гипсокартон, посередине натяжной потолок. Окна тут все полностью на открывание. Тут можно даже вот так стул посередине поставить. Огромный, вплоть даже бильярд, если что. Вот эта дверь, друзья, это дверь, которая выходит на улицу. Вот на улицу. Она здесь, у меня ключа нету. Но это все, вот который я с улицей вам показал, можно отсюда это все заходить. Вот дальше, дальше, ребята, это еще не все. Мы же баню должны сауну посмотреть с вами. Здесь заходим. Здесь вы уже можете, вот видно, можно тут массаж делать, все что угодно. Видно, что человек любитель. Прям вот это. Блин, что ж такое вот это поклинок. Это обойки такие. У меня ощущения, это не МДФ, это какой-то материал такой моющийся, интересный, как будто под дерево. Потолок нормальный, высота потолка. Но тут, друзья, вот они вам, пожалуйста, печка, дровами тут все топить. Ну и давайте сейчас зайдем в саму же парилку. Но перед тем, как в парилку мы зайдем, мы с вами зайдем в купель. Кстати, купель больше двух метров, если не ошибаюсь, там два с половиной, даже больше, размером 3х3 практически. Смотрите, какой глубокий, покрыт специальным материалом, вы налили и забыли. Я к чему хочу сказать, вот она парилка, и вот она, эта купель, друзья. Можно даже вот тут поваляться, позагорать. Радиатор мы видим с той стороны. Душ, душ, конечно же, есть. Все в плитке. Ну и, конечно же, потолок, это пластик. Ну и стены в плитке по бокам. Давайте в парилочку сейчас зайдем с вами. И вот она парилка, друзья. На 6 человек вполне, вполне достаточно. Одной ход, как говорится, вот так все. У нас липа, конечно же, тут все. Полплитка, вот я вижу. печь. Печь тут особенная, друзья. Крутая. Я, конечно, в этих вещах не силен, но видно, друзья, что печка достойная. Прям достойная. Здесь прям запах липы. Прям запах. Все. Да, друзья, в принципе, бери, заводи и купайся. Ну, я люблю юмор подкидывать, как говорится. Вы не обижайтесь, мои хорошие. Я еще раз говорю, что я, когда подъехал дома, для меня он оказался простым, а оказался нет. Вот видите, как у нас все это выглядит. Ну, тут, конечно, смотрите, мы открываем с вами эту дверь. Вот этот звук, который вы видите, здесь специальный материал. Это чтобы у вас сквозняк вот здесь не продувал. Смотрите, заходим. И вот он, гараж. Как я сказал, что гараж, друзья, здесь не маленький. Обращаю внимание, что здесь ворота автоматически. Ширина здесь больше 4 метров длиной, друзья, тут, будет под метров почти 10. Здесь можно, без шуток, практически два легковых автомобиля смело поместить. И вот здесь, конечно же, у нас радиаторы. Вот так у нас выглядит. Здесь, друзья, просто штукатурка, шпаклевка. Единственное, вот в этих местах надо будет немножко пошпаклевать, покрасить, и будет все интересно. Дальше, пока я тут нахожусь, хочу вам показать, открою вот эту дверь. Здесь, знаете, как мы ее назовем, кладовка, это вот лестница. Ну, тут, смотрите, здесь стоит насос, здесь также счетчик под центральный водопровод, здесь стоит фильтра грубой, тонкой очистки воды, ну, чтобы вы знали, имейте ввиду. Здесь на полу мы видим плитка, также вот в этой части она будет зашпаклевать, покрасить, и будет, как говорится, все хорошо. Ну, и теперь, смотрите, здесь стоят два котла. Сразу мой косяк, то, что мы сейчас не узнали, сколько коммунальные платежи обойдутся, но я уверен, что мы сейчас, я передам информацию моей помощнице, и, конечно же, собственник уже будет готов вам рассказать, что будет именно по стоимости коммунальных платежей, здесь мы видим два котла. Вот, что касается вот этих двух котлов, могу ошибиться, конечно, друзья, но, если я не прав, уже хозяину позвоните, он все это поправит, я вот такие дома видел, видно, что они запаралленины, вот они, да, допустим, я к чему хочу сказать, что у вас есть два варианта, либо включить два котла, чтобы у вас было теплее, но, учитывая, что эти котлы с запасом, я, скорее всего, думаю, предполагаю, что хозяин это сделал для того, что если какой-то один из строя выходит, то пока массе ремонтируют, у вас второй будет спокойно это работать, вот это как бы мое предположение. Дальше, мы здесь видим то же самое у вас, оборудование, датчики, насос для циркуляции, как я говорил, что дом полностью кирпичный, здесь мы видим ФС, а уже ниже, вот видно монолит, вот это монолитный фундамент, а дальше уже вот цуколь подняли, ФС, все, ну, здесь гармошка, гармошка, здесь понятно, что надо будет подшпаклевать, покрасить, немножко, я бы пластиком это обшил, и будет все идеально, гараж, друзья, да, большой, и, кстати, обращу внимание, потолок, здесь пластик, и окна на открывание, что тут, что там, я думаю, здесь подробно рассказал и показал, конечно же, вы приедете, сами уже пощупайте все внимательно, и выходим с вами сюда, мы будем с вами сейчас смотреть второй этаж, как я говорил, что там есть комната, как типа для кабинета, ну, и, конечно же, комната большая, как спальня, все равно есть подростки, которые хотят немножко подальше жить от родителей, подростки, если сейчас вы меня слышите, это ваш вариант, да, да, ну, здесь, смотрите, хозяюшка может, здесь оборудовать свою какую-то зону, шить что-то, картины кто-то рисовать, кстати, это тоже не исключено, либо какой-то кабинет, имейте ввиду, здесь у нас такое, в будущем, как под библиотеки, эти шкафчики не глубокие, где-то сантиметров, 30-35, а здесь даже будет, скорее всего, больше, давайте гляну, да, здесь чуть-чуть больше, это уже гардеробная, а вот тут, немножко будет, поменьше, видите, вот, а, господи, а тут, оказывается, вот так, ай-яй-яй, это даже хорошо, сейчас, подождите, ребята, мы сейчас посмотрим, как человек, так, здесь кровля, и тут мы видим, керамзит, ну, тут, конечно, утеплено, прям, от души, все, мы знаем, что у нас потолок, утеплен, именно, керамзитом, ребята, отлично, закроем, вот, я же говорю, когда, вот, видно, что дом, люди для себя, конкретно, строили, здесь, по глубине, друзья, да, здесь уже глубина, больше 40 сантиметров, и тут, и, что касается, вот, этой части, обращу внимание, что здесь, мои хорошие, ну, между первым и вторым этажом, и, конечно, подвалом, плиты, перекрытия, тут мы видим, с вами, ламинат, ламинат, абсолютно целенький, люстры, все это есть, давайте, покажу вид, с этой стороны, вот, мы видим, с вами, трассу, ваш участок, вон, я заехал, вон, оттуда, имейте ввиду, подоконник, ну, и, конечно, радиатор, тут понятно, скорее всего, либо гипсокартон, либо ДСП, здесь, то же самое, тут, будет, однозначно, так же, да, друзья, ну, и, конечно, здесь, вот, такая дверь, хопа, и, вот, они, подростки, вот, она, ваша территория, и, кстати, здесь, высота, будет, чуть более, двух с половиной метра, потолок, здесь, достойный, пол, тоже, самое, друзья, и, вот, так, комната, очень большая, здесь, давайте, вот, глянем, даже глубина, какая, здесь, поменьше, а тут, скорее всего, будет, да, тут, гардеробная, реально гардеробная, обойки хорошие, потолок, вот, я смотрю, ну, целенький, ничего не надо, не переклеивает, практически, можно лежак ставить, и отдыхать, тут, окно на открывание, радиатор, тут, есть, окно, сейчас, попытаюсь, друзья, ох, блин, диван, вот так, сейчас отодвинуть, вот он, радиатор, и вот, вид у нас, с окна, сетка, москитная, вот, блин, ну, все хорошо, вроде бы, вроде бы, ничего не забыл, вроде бы, все показал, ребята, вот, дом, по документам, ну, я прям точно, все это, укажу, но, предварительно, более 250, хотел сказать, километров, более 250 квадратных метров, короче, друзья, сейчас я продублирую, площадь участка будет указана, площадь дома, номер телефона хозяина в описании, также будет указан точный адрес, мы увидели с вами три изолированной спальни, баня, бассейн, гараж, сад, хозпомещение, подвал, большой двор, есть небольшие замечания, но внутри, друзья, претензий никаких нету, там, по мелочевке, касается в гараже, только зашпаклевать и все, ну, конечно, вам принимать решение, стоит, не стоит, это все рассматривать, друзья, изучайте, смотрите, звоните хозяину, если вам нам нужна подбор недвижимости, чтобы до вашего приезда вы владели информацией, пишите мне, пишите моим помощникам, у нас очень много роликов в закрытом доступе, которые доступны именно нашим клиентам, ну, и, конечно же, подписывайтесь на наш, на наш телеграм-канал, потому что я прям, прямой диалог в виду с моими подписчиками, с вами был Николай Самсиков, всем пока-пока.